Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди. И добро пожаловать в новое агрессивное видео. Сегодня вершится история всего криптовалютного мира. Coinbase вот-вот начнет торговаться на NASDAQ. И это самая мощная возможность за все время существования криптовалюты. Но не та, о которой ты подумал. Это возможность наконец понять, как на самом деле воспринимается криптовалюта традиционными финансовыми рынками. Криптовалюта в долгосрочной перспективе, по моему личному мнению, станет многотриллионным классом активов. Сегодня ее капитализация составляет 2 триллиона долларов. Через 5-10 лет это будет 100 триллионов долларов. Сотни триллионов долларов. Сейчас это звучит фантастически, но когда весь финансовый рынок смешается с криптовалютным, а мы верим, что так и случится, это будет только лишь начало. Сегодня мы видим первую криптокомпанию, которую добавили на биржу NASDAQ. В прошлом видео я показал статью, в которой предполагали, что цена акции Coinbase будет 589 долларов. Та самая шуточная цена XRP. Сегодня официально сказано, что она будет стоить 250 долларов. Это значит, что я куплю акции Coinbase в два раза больше, чем планировал. Я много раз говорил, что фиатных денег у меня только на жизнь и на то, чтобы покупать финансовые возможности на рынке. Я считаю, IPO Coinbase это одна из таких возможностей. И мне, если честно, все равно, что написано в этой статье. А в этой статье говорится о том, что Coinbase переоценена. Что рыночная капитализация Coinbase слишком большая и слишком перегретая. Возможно, я с этим даже соглашусь, но опять же, мне все равно. И для этого есть причины. По моему мнению, Coinbase станет гуглом от криптопространства. Понятное дело, Coinbase это не поисковый механизм. Но это первая криптокомпания в истории, которую добавляют на NASDAQ. И это нельзя игнорировать. Потому что это событие начинает новейшую историю криптовалюты. Coinbase стоит 100 миллиардов долларов, но я думаю, что она станет триллионной компанией в будущем. Кстати говоря, хорошая новость для пользователей Binance. Binance добавит текенизированные акции Coinbase. Так что, если ты пользуешься Binance, ты сможешь купить эту акцию. А если ты им не пользуешься, ссылка на него в описании. На самом деле, очень многие криптовалюты сейчас кажутся мне слишком дорогими. Однако, если у тебя до сих пор не достигнута поставленная цель накопления криптовалют, или если ты только начал в нее инвестировать, ты наверняка до сих пор хочешь покупать криптовалюту. И это правильно, в долгосрочной перспективе крипторынок будет расти. Однако, я активно нахожусь в пространстве уже около 4 или 5 лет. Я уже успел накопить альткоины. Теперь я накапливаю биткоин, не покупая его, а покупая альткоины. И теперь я ищу и другие возможности тоже. Coinbase мне кажется хорошей возможностью в долгосроке, но это не финансовый совет. Джордан Хэрри у себя в Твиттере опубликовал интересную статистику. Разумеется, она для Соединенных Штатов, но не важно какая страна. Мы изучаем эту статистику, чтобы понимать перспективы и анализировать потенциальное будущее финансового мира. Это статистика среднего капитала разных возрастных категорий американских граждан. В возрасте от 25 до 34 лет это 9 тысяч долларов. От 35 до 44 – 52 тысячи долларов. От 45 до 54 – это 100 тысяч долларов. От 45 до 54 – 100 тысяч долларов. От 55 до 64 – 180 тысяч долларов. И старше 65 лет – 232 тысячи долларов. Причина, почему я показываю тебе эту статистику, заключается в том, что мы находимся в криптовалюте потому, что хотим выскочить из клетки ограниченных финансов, которая стесняет нашей жизни и не дает нам дышать полной грудью. Ты смотришь на эти цифры и думаешь, это же крутые капиталы, не так ли? Дело в том, что для Соединенных Штатов это совсем не крутой капитал. Кроме того, стоит добавить, что капитал 25-летнего человека в США ближе к нулю, чем к 9 тысячам долларов. Из-за студенческих долгов, долгов на кредитных картах, долгов по автомобильным кредитам и так далее. Как говорят сами американцы, ситуация с долгами хуже всего на планете. Долги, кредиты и прочее – это ловушка, они практически превращают нас в рабов. Вчера общался с другом, который никак не может слезть с кредитной иглы. Человек работает не покладая рук, но лишь для того, чтобы кормить банкиров. Это отвратительно. Исходя из этого, я могу сказать уверенно, я никогда не был так убежден в своей правоте, как прямо сейчас. Нас ожидают великая перезагрузка финансовой системы, великая перезагрузка цен на активы и самое большое – перераспределение богатства в истории человечества. Я убежден, все это произойдет. Ведь инфляция бьет все рекорды, происходит повсеместное печатание денег, рост цен везде, девальвация доллара. Доллар обесценивается со страшной силой, а цены активов зеркально уходят в небеса до бесконечности. Люди просят финансовой помощи у правительства и ждут спасительных чеков. Но в реальности люди, которым она действительно нужна, страдают больше всех. И даже если они и получат финансовую помощь из свеженапечатанных денег, они еще не узнают, что их обманули. Печатный станок уничтожает их благосостояние, уничтожает их покупательную способность. Сберегательные счета в банке уже превратились в теряющие счета. Только за 2020 год эти сберегательные счета потеряли 20% покупательной способности из-за инфляции. Давай посмотрим, сколько еще людей должно пострадать, пока они все не проснутся и не начнут действовать. Я надеюсь, я смогу разбудить как можно больше людей, достучаться до каждого и сказать. Криптовалюта. Криптовалюта это единственный правильный ответ. И всегда был им. И это косвенно подтверждается даже самой ФРС США, которая планирует раскрыть прототип цифрового доллара уже в июле этого года. ФРС США активно работает над цифровой валютой Центрального банка, и некоторые прототипы уже близки к завершению. ФРС США планирует представить два прототипа уже в июле. Что ж, еще одно подтверждение. Цена XRP сегодня достигала 1 доллара 96 центов на пике. Совсем чуть-чуть не хватило до 2 долларов. Я был уверен, что он достигнет 2 долларов сегодня. Немножко ошибся. На этой отметке мы встретились с серьезным сопротивлением, которое тянется еще с 10 января 2018 года. Очень старое трехлетнее сопротивление. Это последнее сопротивление, которое стоит перед достижением предыдущего исторического пика. Если мы преодолеем и этот исторический пик, то следующей отметкой будет 10 долларов. Я знаю, в комментариях найдутся люди, которые напишут, Да, этот парень слишком эмоционален. Очередной XRP to the moonщик. Я полгода вижу один хейт. Одних хейтеров, которые критикуют XRP, даже не зная, о чем они говорят. Даже не понимая всего многолетнего расследования про XRP, что мы сделали. XRP разработан, чтобы взять всю финансовую систему. Взять и изменить ее. И сейчас, когда мы видим биткоин и эфириум на исторических хаях, мы понимаем, цена XRP до сих пор придавлена в пол. Цена XRP все еще находится ниже того, куда она должна была прийти. Я думаю, если XRP преодолеет 2 доллара и достигнет отметок прошлого исторического пика, он снова сможет свергнуть эфириум на третье место в CoinMarketCap. Мое видео, как купить Ripple XRP, внезапно начало набирать просмотры. В США множество людей прямо сейчас пытаются купить XRP, даже несмотря на судебные иски SEC. И знаешь что? Они не могут этого сделать. Не могут. XRP до сих пор не торгуется на большинстве американских бирж, кроме разве что Uphold и Bit.ru. Они использовали этот суд в Соединенных Штатах, чтобы полностью отсечь розничных инвесторов от Ripple XRP. И это не совпадение. Это сделано специально. Я уже показывал тебе несколько видео, в которых сами сооснователи Ripple говорили, что XRP никогда не был предназначен для розничного инвестора. Это слова, в том числе и Брэда Гарринхауса. Редактор субтитров А. Нужно понять это. Розничный инвестор в США, который хочет купить XRP, должен конкретно попотеть для этого. Сегодня должно, наконец, пройти финальное слушание по подтверждению Гэри Гэнслера. Ну сколько можно откладывать? Этот человек может ускорить судебный процесс и принятие внятного регулирования. И что-то мне подсказывает, что они могут запустить XRP еще дальше в космос прежде, чем снова разрешат торговать XRP в США свободно. Просто, чтобы не позволить обычным людям получить эти прибыли, чтобы они не могли изменить свои жизни, лишают их этой возможности. Возможности, которая не всегда будет здесь. Я говорил об этом, когда XRP стоил 20 центов, 25, 30, 40, 50 центов, даже 1 доллар. Посмотри, где мы находимся сейчас. Дело SEC против Ripple разваливается. Судья явно не на их стороне. Вчера руководители Ripple подали ходатайство об отклонении иска SEC о том, что XRP – это ценная бумага. Они предложили калифорнийскому судье полностью отклонить иск и закрыть это дело. Это произошло после очередной победы Ripple, когда судья удовлетворил их просьбу о сохранении тайны личных финансовых отчетов. Они хотят, чтобы судья закрыл это дело, потому что комиссия не способна доказать свои обвинения, а даже наоборот, сама рискует стать объектом судебной атаки. Я даже нашел этот документ, в котором Ripple просит суд закрыть это дело. Честно говоря, не читал его, так как он слишком большой, у меня совсем нет времени. Однако аргументация, которая позволяет Ripple просить суд закрыть это дело, вполне понятная. SEC некомпетентна. Она не может доказать, что Гарринхаус знал о том, что его продажа XRP – это продажа незаконных ценных бумаг. SEC также не может официально утверждать, что действия Ripple подпадают под территориальную сферу действия закона о ценных бумагах. Короче говоря, у Ripple есть право просить суд закрыть это дело. И, наконец, та самая новость, которую обычно ставят под значок срочные горячие новости. О какой смерти XRP? Говорят хейтеры. Посмотри, что происходит. Институционалы покупают XRP. Причем, я уверен, делали это задолго до того, как XRP преодолел 1 доллар. Крупнейший управляющий активами CoinShare в Европе объявил о запуске биржевого продукта XRP. Такой биржевой продукт XRP будет обеспечен физическими токенами XRP. Это дает возможность большим крупным игрокам покупать XRP. У себя в твиттере они написали, что этот биржевой продукт будет называться XRP-L и обеспечит доступ институциональных инвесторов к XRP. Блин, я просто не могу не написать в название видео срочные новости. Уж прости меня, знаю, это выглядит кликбейтно, но эта новость того стоит. Кстати, всего 15 часов назад CoinShare заявила о достижении общей стоимости их активов 5 миллиардов долларов. Директор CoinShare отметил, Макроэкономический ландшафт резко изменился за последние 12 месяцев и происходит массовая глобальная ротация активов. Видимо, та самая великая перезагрузка активов, добавлю я. С накопленным богатством в 400 триллионов долларов и двумя триллионами долларов в крипторынке произошел резкий сдвиг в аппетитах розничных и институциональных инвесторов. Теперь они хотят биткоин и другие цифровые активы. Что ж, это очень хорошие новости для XRP, но не только лишь для него, а также для биткоина и других криптовалют. Друзья, мы переживали не только давление на цену XRP, не только судебные иски, не только 4 года искусственного ушатывания ценности. Нет, мы переживали самое больное – междоусобную вражду криптопространства. Я хочу показать тебе ответ тем, кто эту вражду поддерживал, от известного ютубера, у которого почти 6 миллионов подписчиков на ютубе и немногим меньше 3 миллионов подписчиков в твиттере. Привет, Брэд Миллс. Я немного подождал, прежде чем отправить тебе это видео. Тебе пришлось подождать всего 3 месяца. 17 января я купил миллион XRP на сумму 276 тысяч долларов. И ты ответил мне – вау, ты такое ничтожество, влиятельный лидер мнений. Ты же прямо повлияешь на то, что твои подписчики потеряют значительные суммы. Надеюсь, никто из них не лишит себя жизни, когда XRP упадет до одного цента. А они купили его, увидев, сколько денег вложил ты. Послушай, Брэд, я просто ютубер. Ну ты себя представляешь, как уважаемый инвестор. Ты посмотри на это, на тебя подписан даже помплиано. Вау, да тебя уважают. Брэд, миллион XRP, который я купил за 276 тысяч долларов, теперь стоит 2 миллиона долларов. Всего лишь спустя 3 месяца. Мы с вами заслужили всего этого, не так ли? Я лично считаю, что да. На этом всё, меня зовут Богатейший Ди. Не забудь поставить лайк, меня это очень мотивирует, а каналу помогает расти. Нас уже почти 110 тысяч человек, это просто что-то невероятное. Первые 100 тысяч подписчиков мы набирали более трёх лет, но 10 тысяч набрали всего за полтора месяца. Это очень круто. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавляет сюда Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!